Привет, привет, привет. У нас сегодня 8 человек. Это много, молодцы, все, что пришли. Сегодня, в общем, я там что-то в прошлый раз понаписал, на самом деле, очень много тем, в итоге, да, получается, сегодня будет маску с переменной виной, в ЛСМ, да, и статическое может взяться. Я думаю, нам на сегодня вполне хватит. Там я еще пару примерчиков покажу, и мы будем делать довольно интересно. Да, про динамическую масштабацию мы, наверное, в следующий раз поговорим. Так, в ЛСМ. В прошлый раз мы рассматривали маски с одинаковой, но что-то не очень видно, да? Ну, ладно, я сейчас это... Потрясую. Так, в прошлый раз мы рассматривали расчет масок, расчет подсетей с одинаковыми масками, да, мы там рассматривали два, как это, два вида, да, там, это по расчет по количеству подсетей мы рассчитывали, да, количество, это количество, да, по, ну, как бы, когда нам задается количество подсетей, да, нужное нам, и по количеству нужных нам хостов. Соответственно, сейчас у нас стоит другая задача, у нас есть сеть, сеть класса CSP92268.1.0, да? И задача у нас разбить на подсети наиболее эффективным способом, да, что просто как получается. У нас, вот в прошлых наших примерах, у нас там были разные подсети с разным количеством хостов, да, и мы не всегда эффективно там, да, мы разбивали на подсети, не всегда эффективно использовали всю нашу сеть, да. А здесь же нам надо именно наиболее эффективным способом, то есть, вот, например, вот для этой подсети, да, у нас сколько здесь всего хостов? В антишников раз, два, да, а здесь у нас 20, здесь 60, как туда, соответственно, здесь у нас должна быть одна маска, здесь другая, а здесь уже совершенно третья, нам не надо 60, ну, вот, как в прошлых примерах, да, ну, здесь же будет, как бы, большее количество хостов, нам не надо такую же маску здесь делать, как бы, мы экономим наши айпишники, наши сетки, соответственно. Пример будет один, потому что все это основано на прошлой лекции, как бы, да, в том плане, что расчет фактически то же самое, да, только тут парочка есть нюансов. Соответственно, ну что, начинаем рассчитывать, да, начинаем рассчитывать, во-первых, количество смотрим наших подсетей, сколько у нас здесь подсетей? 6, правильно. Соответственно, 1, 2, 3, и вот эти вот, 4, 5, 6, наши подсети. Значит, мы из этих наших подсетей выбираем подсеть с наибольшим количеством пользователей, с наибольшим количеством хостов, правильно сказать, да, наибольшим количеством хостов у нас, соответственно, 60. И дальше мы выбрали наше количество хостов, и дальше мы уже рассчитываем по алгоритму, который в прошлый раз у нас был, да. Мы выбираем первым делом, да, количество бит, нужное нам, да, для отображения 60 хостов. 60 хостов, ну, мы пишем там для себя где-нибудь, да, там, 128, 64, ну, то же самое, как мы в прошлый раз писали, да, так все это 32, просто чтобы вспомнить 16, 8, 4, 2, 1, да, смотрим, здесь 0, здесь 0, здесь 1. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть бит. В 60 хостов у нас помещается 6 бит. Дальше, вторым вычислили количество бит, вычисляем маску. Сейчас у нас маска какая, слажь 24, да, слажь 24, это маска, там, так, единичка здесь. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, и так, там, 3 раза по 8, да, и последний, там, еще 8 нулей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, у нас 6 бит. 6 бит, это для хостов, соответственно, мы помним, да, что считаем не слева, а с правой стороны, отсчитываем 6 бит, хотим сохранить 6 бит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и дописываем единичками, 7, 8, точка, ну, и здесь будут все единички там, да. И, соответственно, маска у нас будет слажь 20, 26, да. Ну, 24, прибавляем еще 2 единички здесь, это слажь 26. Ну, или если, как в более развернутом виде, да, там, 3 раза по 2, 5, 5, 3 раза повторяем, да, и последний 192. 192, помните, да, как получилось, что мы 128 прибавляем 64. А, 192, ну, потому что здесь, как бы, да, 2, 2 единички. Дальше здесь мы выбираем, как он правильно назывался там, как он, а, инкремент, да, я уже сам забыл. В общем, 64 здесь получается, ну, вот, младшая единичка, да, 64, соответственно, и начинаем считать наши сети, да. Это уже третий пункт подсети, да, правильно сказать. 192, 168, что там у нас, 1, 0, да, здесь 1, 64, и так далее. Нет, а, в смысле, здесь 64, здесь 0-63 будет у нас, да. А здесь уже, здесь уже все равно, потому что нам надо всего лишь одна подсеть. Как бы, да, вот у нас одна подсеть, вот мы ее нашли, все. В принципе, дальше нам ничего не надо считать. Соответственно, вот, мы сюда пишем, что, да, у нас будет здесь подсеть 192, 168, 1, 0, тире, 63, слэш, 26. Ну, по идее, так нельзя писать, да, то, что 0-63, но мы просто для себя, как бы, да, напишем, что 0-63, потому что, ну, чтобы видеть, ну, размер, как бы, да, по идее, надо... Да, 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 просто 0-26, да, мы пишем. Дальше все это устирать пока не буду, может, там пригодятся наши расчеты. Дальше смотрим следующую подсеть, да, по количеству хостов. У нас две подсети одинаковые 20 и 9-20, да, соответственно, рассчитываем на 20. Соответственно, пишем, ну, также тот же самый алгоритм 20, это у нас что такое? Это у нас сюда помещается, да, ну, как бы здесь все три нуля и здесь будет единичка. Раз, два, три, четыре, пять, соответственно, 5 бит, да. Соответственно, 5 бит, дальше мы смотрим, ну, так же, 24, Мазы. Слэш 24, там все эти единички, единички. Последний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нам надо 5 бит зачитать. Раз, два, три, четыре, пять и три единички. Соответственно, Мазка будет слэш 27. Ну, понятно, да, там 24 и плюс 3, 27. Соответственно, инкремент у нас будет, третья циферка, это 32. 32. Считаем подсети, третьим пунктом. Пишем 192, 168. Что там у нас, 1, 0, 1, 32, 1, 64, здесь будет 0, 31, соответственно, 60, 63. Ну, сразу же мы видим, да, что, подождите, как, ну, посчитали мы, да, и что, у нас же 0, 63, у нас уже нет подсети. То есть, как бы, да, она, получается, перекрывается. Соответственно, мы берем просто и считаем дальше. У нас следующая подсеть, да, вот как мы здесь видим, 64, да. Соответственно, 64 прибавляем, 32 будет. Сколько там? 96. 6. Так, тут что-то, да, 128, так, так. А, ну, все, вот у нас здесь тиклой 64, получается, по этому сеть мы уже не берем. Надо какой-нибудь другой цвет, наверное, не видно. Так, 64-63, 96-... Так, следующее будет, что там, прием здесь? 227. 227. Да, вообще. 227. Да, что-то я уже, да. 95, правильно, правильно, все. Так. 96-27, да, все правильно. Соответственно, вот мы посчитали, вот у нас раз подсеть, да, и два подсеть. Вот у нас эти вот две подсети, где-то по 20 пользователей. Соответственно, мы выбираем просто для, ну, как бы, все равно, да, для кого там, какую подсеть. Значит, у нас слева, например, рубишем, 192, 168, что-то у нас, 1, 64-97, слэш, 27. А здесь, значит, у нас будет, соответственно, 192, 168, 1, 96-127. Ну, как бы, понятно, как бы, логика, да, если ничего такого. Ну, и, соответственно, дальше мы просто считаем уже, у нас осталось еще три подсети, там, где два хоста. Раз подсеть, два подсети, вот так вот, третий подсеть. Соответственно, считаем то же самое совершенно, да. Первый, потому что два хоста, это два бита, соответственно, третий, во второй. Что там? Слэш 24, это последние 8 нулей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И нам надо всего лишь раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, слэш 30. Соответственно, последняя у нас циферка, это что там, четыре. И мы дальше, давайте, там, вот этим пунктом считаем, опять, там, 192, 168, точка один, точка ноль, точка один, точка четыре, ну и так далее, да. Но на самом деле, у нас же получается, что эти все подсети, они все... Да, 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 у нас до 127, у нас все занято, значит, мы считаем, а следующее свободное у нас 128. Так, с нами пишем, ну, здесь вот считаем, 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 1.128, и нам надо еще три сети, 1.132... Так, 1, 1.... Вот, в самом деле, интересную. Так, 136, 1.... Да, все, остановись. Почему? Три. А, три, да, уже три сделал. Ну, мы эти 12 пишников вырезали, и куда они у нас там, дальше-то остальные, ну, как нам дают? Если у нас дальше... Ну, если у нас еще подсети появятся, соответственно, мы... Нет, если тридцатых подсети не будет, вот этот блок, к примеру, там, двадцать шестой маску уже не забирается, я не понимаю. Ну, смысл, который не по четыре, а по двадцать шестой, ну, по шестьдесят четыре блоки, которые... Не, здесь единственное получается, ну, вот у нас, мы посчитали, сто двадцать восемь тире, так, сто тридцать один, да? Здесь сто тридцать пять, соответственно, будет, да? И со тридцать шестой сто тридцать девять. Соответственно, ну, вот у нас вот эти вот тридцатки мы получили, три и три подсети, да? И вот раз, два, три сюда их пишем. А здесь единственное получается, что вот очень это удобно, в LSM красиво, удобно рассчитывать, когда у нас... Когда мы знаем уже, да, это количество наших хостов, когда мы знаем, ну, как бы, когда наша сеть уже подстроена, да? Потому что, например, если у нас здесь вот мы рассчитываем для шестидесяти хостов, да? И, ну, здесь у нас получается... Ну, да, для шестидесяти хостов все правильно мы рассчитываем. Соответственно, если у нас количество хостов здесь увеличивается, то уже ай-яй-яй, да? Что-то приходится пересчитывать, там надо брать как бы с запасом и думать заранее. Ну, как бы, сеть, как бы, строить, ну, проектировать заранее, перед тем, как начать аэтишник. Ну, в принципе, вот оно. Ничего такого сверхъестественного и супер такого нету здесь. Так. Дальше. Маршрутизация. Маршрутизатор маршрутизирует. Может, сейчас я поменьше сделаю? А, вот. Нет, оно стоит правильно, только проектор немножко вылезает, видишь, за этим. А, не проектор вообще на вас? Конечно. Да. Проблема на вас. Да, да, да. Да. Сейчас я картинку загоню. Чтобы все помещало. Вот так. Нет. Еще чуть-чуть. В общем, да. Ты прав. Картинку загоню. Так. Значит, про коммутаторы мы говорили, да. Про маршрутизаторы мы говорили, ну, так, чуть-чуть совсем. Вскользь. Значит, маршрутизатор, ну, что делает? Маршрутизатор, ну, несколько у него пунктов, да, останавливает широковещательные сообщения. Мы все помним, да, что коммутатор рассылает, он так не останавливает широковещательные, он рассылает дальше маршрутизатор. Соответственно, маршрутизатор он делит на подсети, только с помощью маршрутизатора мы можем разделить на подсети, да, И он останавливает широковещательные сообщения. дальше находят наилучшие возможные пути к точке назначения то есть что это значит это значит что вот если у нас например ну вот наш компьютерик мы выходим в сеть наш домашний маршрутизатор какой-то маршрутизатор нашего провайдера и мы здесь делаем там яндекс соответственно как мы уходим сначала маршрутизатор по умолчанию дальше он переправляет провальдору дальше там какие-то маршрутизатора провали уже дальше там может быть у него какой-то набор маршрутизаторов соответственно там уже этот хост яндексу соответственно каждый маршрутизатор принимает решение о том куда лучше ему отправить пакет у нас может быть ну такая вот есть топология что все маршрутизаторы между собой связаны и каждый может заодно прохождение при прохождении пакета через него он каждый отдельно принимает решение куда ему лучше отправить сюда пришел у этого не задано что только в этом провайдеру там у провайдера какая-то своя он тут поболтался поболтался сюда вылетел я пришел там все отлично как бы обрана может пойти совершенно другим путем не гарантирован путь доставки не гарантирован путь доставки нас зависит от маршрутизатора конкретной ситуации эти мы можем управлять там да ну там при каких-то ситуациях и большинстве случаев нам в принципе помню как-то да может фидаторы сами по себе там своей своей логикой принимают лучше машу если я не оттуда куда ушел если я не оттуда куда ушел если я не оттуда куда ушел если пути до поставки не всегда там он может да как бы только тебе обратно ну тебя обратно же получается смотрите там же вот здесь в принципе нам все равно как он там проходит да как бы он сюда прошел вот такой вот обратно он прошел просто через этот маршрутизатор и вернулся же через тот же маршрутизатор к нам обратно как бы а большому счету да что как бы как она там внутри как она там везде про проходит эти пакеты туда-сюда плюс они же могут как это ну дробиться да пакеты как они когда пакет на несколько разливается как бы да пакетах в общем оно еще даже не обязательно что прям один пакет как бы идет одним путем второй кусок пакет одним путем идет второй кусок пакет другим путем в общем мы и нам это да по большому счету пофигу потому что может с этого сами принимают решения дальше третий перенаправляет одноадресантные сообщения между сетями то есть широковечательные сообщения он останавливает то есть соответственно если вот здесь вот там вот этот компьютерик не целый это не очень не целый делает там широковечательное сообщение оно вот здесь вот только остается в этой же подсети да если он пингует там да и ждет сообщение вот в эту вот сеть да мы ее пересылаем ну это понятно логично да и это за этим маршрутизаторы придумали маршрутизатор по умолчанию маршрутизатор знает только о непосредственно подключенных сетях как бы если мы специально его не научим ничему да не будем ничего показывать настраивать он ни о чем больше не знает и то он знает о непосредственно подключенных сетях как он это знает потому что у нас есть так сейчас у него есть два интерфейса ну как минимум да допустим здесь вот и здесь да интерфейса да мы на этих интерфейсов сдаем айтишник например ну вот здесь вот . 192.168 2.2 да 24 и здесь будет у него например атишник 192.168 3.1 например да совершенно кофе был соответственно он понимает ага у меня здесь 2.2.24 соответственно значит здесь у меня вот эта вот сеть то же самое с другой стороны да он понимает что у нас вот здесь . 3.1 да соответственно он говорит у меня вот здесь вот эта сеть но здесь есть один нюанс да что маршруты добавляются в таблицу маршрутов только если интерфейс поднят если мы здесь вот пропишем айтишник да интерфейс будет погашен как бы он не добавит его ну так не знаю почему это сделали статический маршрут позволяет научить маршрутизаторам ну позволяет как бы как-то обучать мы можем обучать маршрутизаторы указывать ему где какие сети вручную с помощью статических маршрутов да и также у нас еще есть маршрут по умолчанию которые отправляют на которые отправятся все пакеты просто мы можем например что вот у нас маршрутатор r1 r1 r2 r1 знает вот об этой подсети знает об этой подсети потому что он подключен к нему да не но но он ничего не знает об этой подсети если мы r1 начинаем пинговать например 2.2 мы ему отвечаем ну мы его пингуем этот маршрутатор r2 знает мы пингуем с этого интерфейса да он знает вот об этой сети 2.0 и знает айтишник 1 ну 2.1 соответственно он ему отвечает мы пинганули он ему ответил дальше мы пингуем например вот с 1.1 да интерфейса казалось бы r1 знает об этой сети знает об этой сети и мы хотим с этого интерфейса пинговать вот эту интерфейс 2.2 мы пингуем у нас пинг летит 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 hello ответь мне r2 не может ему ответить он просто не может ему ответить потому что r2 не знает вот эту подсеть он не знает кто ты такой кто говорит 192 168 1.1 1.1 это кто я не знаю я знаю это в сети 3.0 и 2.0 и все потому что они подключены к нему напрямую 1.1 он не знает совершенно даже при том что казалось бы да он пришел вот он пришел же к нему с этой стороны там да он пришел здесь вообще вот как-то точка-точка соединения да у нас ну больше то соответственно некуда таблицами вертиagues все не ничего никуда не отправлю соответственно нам все это надо прописывать если у нас статистигалетация все это надо руками прописывает руками мы хотим прописывать например мы хотим прописать маршр Insta for R1 да научить его например сети 3.0. Очень просто. Пишем ему в режиме конфигурации решеточка такая. Представьте, что это решеточка. Мы ему пишем IP row. Пишем нашу сеть. Потом наши эти. Пишем 192. 168. Нехорошо получается. Сейчас другим цветом нарисую. IP пишем IP row. Нашу подсеть. 192.168.3.0. Дальше маску. 255.0. Ну, там точка 255.0. 255.0. И пишем куда. По идее, мы можем написать ему на интерфейс, допустим, Serial S.0.0. Мы можем написать на вот этот интерфейс. Шли все пакеты в эту сеть. Через этот интерфейс. С одной стороны, да, это хорошо, удобно, мы ему указываем. Понятно, что если через этот интерфейс у нас все уходит, то он сюда придет, потому что здесь такая точка-точка. Но с другой стороны, это не очень хорошо делать, потому что лучше, как это, ну, раз мы работаем с айтишниками, значит, давайте работать с айтишниками, а не с интерфейсами, да. Ну, хотя кто-то так делает. В принципе, это, наверное, особо не воспроняется, да. Кому как удобно, наверное, да. Ну, просто, мне кажется, предпочтительнее просто написать IP-адрес следующего хопа. Ну, есть такое понятие next hop, то есть следующий, куда мы должны переправить. Да, next hop у нас будет 2.2. Сюда 168, 2.2. Соответственно, мы пишем куда? 192, 168, 2.2. Все. Мы прописали, мы молодцы. Соответственно, теперь вот этот вот компьютерик может пинговать вот эту сеть. В обратном порядке нет, да? В обратном порядке не заработает, правильно. В обратном порядке не заработает. Почему? Потому что вот здесь вот это, что на маршруте 3.2 мы не знаем. Маршрута у нас нету к сети 1.0. Мы до сих пор не прописали, да? Соответственно, настраивая, когда у нас статическую маршрутизацию, мы должны маршруты прописывать на всех маршрутизациях. Да? Мы должны на R1 прописать маршрут к сети 3.0 и на R2 прописать маршрут к сети 1.0. Это по минимуму, да? Когда мы пропишем здесь. Ну, та же самая будет команда, только будет IP-Rowl.se Команда, правильно? Да. Съет. Команда будет то же самое, только мы будем прописывать, уже у нас будет сеть, мы прописываем 1.0, да? И, ну, такая же маска будет, то же самое. И NextHop будет, да? У нас уже 2.1. Ну, вот этот вот IP-шник это может взятер внешний. Здесь будет 2.1. Соответственно, мы пропишем, ну, так же, да, в режиме конфигурации глобальной. Сюда пингуется, отсюда, с этого компьютера он отвечает на свой default gateway. R2 видит в таблице маршрутизации, да, что у нас есть, у него есть маршрутка 1.0 и NextHop у него 2.1. И, соответственно, он прилетает вот сюда. Да. Да. Обычно это в книжках встречается очень много, но они, да, 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 они вот именно так почему-то любят отзывать. NextHop. Соответственно, да, этот маршрутка пересылает маршрутка в R1, потому что у него 2.1 NextHop. А R1 уже знает, да, что этот компьютер, ну, там, 1.50, к примеру, да, это у него, как-то называется, Directly Connected Network, непосредственно подключенная сеть. Соответственно, он уже этому компьютеру пересылает. Все. В принципе, все понятно. Но здесь еще один вопрос появляется, да. Допустим, если у нас вот смотрим на вот эту картинку на нижнюю, что будет, если у нас есть выход в интернет? Неужели мы должны будем прописывать, да, там, все вот эти вот подсети, там, один, точка, там, один, один, там, слэш, там, сколько-то, сколько-то, вот мы все это должны будем прописать на этом уже в садре, на R3, например, да. Потом вторую под сесть, там, третью, там, везде, где, да, что мы хотим, там, да, там, Adventure, там, отправить. Мы же будем, так, блин, всю жизнь там сидеть, да, писать эти маршруты, как бы, да. На фига. Для этого у нас придуман маршрут по молчанию, да. Маршрут по молчанию, маршрут, на который, ну, вот, я повторюсь уже говорил, маршрут, на который отправляются уже все пакеты, которых у нас нет, ну, маршрута, в котором... Нет, для которых у нас нету уже маршрута. Вот так можно отправить. Как он выглядит? Очень просто. То же самое. Мы пишем IP-Roll в режиме глобальной конфигурации. Я сейчас буду аккуратно писать. Мы хотим все сети. И как мы это напишем? Просто нули. 0, 0, 0, 0. Маска также 0, 0, 0, 0. И Next Hope, например, для этой картинки у нас будет, к примеру, вот здесь у нас у провайдера точка 99. Ну, к примеру, да. Ну, айтишник провайдера, как бы провайдер нам дает какой-то внешний айтишник. И, соответственно, мы знаем его, куда нам пересылать. Мы указываем просто там. Здесь мы пишем 68, 110. Ну, как в примере у нас, да. Это семерка, мне похоже. 1, 99. Это 9. Все. Мы здесь прописали NetHop. Соответственно, если этот компьютер веселый, пытается отправлять куда-то там пинги, куда-то какую-то информацию, да. У нас таблица, может, сейчас и здесь есть только сейчас, на данный момент, да. У нас есть вот эта вот сеть только 1.1. Есть вот эта вот сеть. ВС-27, 171, ВС-27. Но он, допустим, там Яндекс хочет, да. там Google какой-нибудь. У нас нету маршрута для него. Мы идем на маршрут по умолчанию. Вопрос. Если у нас есть, например, вот у нас на, ну вот в этой картинке, если у нас, например, с этого С-1 есть линк, ну, вы поняли, в общем, линк там такая. Соответственно, он подключается к Альтерии и в интернет, да. 1.50 хочет пинговать вот эту, 3.2, 3.2, да. К примеру. У нас есть маршрут вот такой, есть маршрут по умолчанию, да, дефолтовый маршрут. Какой маршрут мы выберем? Нет, здесь еще у нас есть статика, и здесь, и здесь у нас статика. Мы выберем маршрут более специфичный, более определенный, как бы, да, как правильно сказать, более, который больше, более конкретный, наверное, да, правильно сказать. Маршрут, который более конкретен. Получается, что здесь у нас маршрут, у нас все сети, все сети с таким, с имакадресом, ну, все по нулям у нас, да. У нас есть еще один маршрут класса C, да, вот этого, с 192.3 и здесь точка 0. Соответственно, вот этот вот маршрут, он более конкретный, более определенный, да, что, соответственно, маршрутизиатор видит, что у нас есть вот это вот, он сюда, ну, мы хотим гендовать этот хост, у нас есть такой маршрут, и этот маршрут более конкретен, чем маршрут по умолчанию, соответственно, он пойдет по этому маршруту. Логика такая у маршрутизиатора. Соответственно, если у нас там есть какой-то маршрут, какой-то, еще один какой-то маршрут, там, точка 128 маска будет, да, соответственно, и там будет он указывать куда-то другую сторону, там, да, ну, так же там, 3.3.0 down to.128 будет указывать в другую сторону, соответственно пойдет поэтому потому что . 128 более конкретный чем . 0 более конкретно машут соответственно примерно понятно логика дальше так дальше идем следующий пример есть у нас уже сколько сетей много раз два раз два три 4 до 4 4 под сети соответственно мы хотим чтобы у нас работало ну как обычно да мы хотим чтобы у нас все было хорошо мы хотим чтобы у нас этот компьютерик 3.2 до примеру пинговал там и вот этот компьютерик там 1.2 я за ним 2 занят 1.4 чтобы он пинговал этот компьютерик чтобы интернет мог ходить соответственно чтобы все было хорошо соответственно мы на каждом маршрутизаторе мы должны прописать статический маршрут мы должны прописать не один статический маршрут мы должны писать маршруты во первых во все эти сети да во все во все четыре наши сети и еще может по умолчанию и фолкит вы чтобы мы еще могли соответственно заготовлено небольшая лава а ну да это это проектор такой да у меня почему-то все нормально мы сейчас на маршрутаторе r1 где у нас р1 вот у нас r1 соответственно мы хотим посмотреть вот эту ну проверяем то что подключены сети даже мы действительно можем видеть допустим попингуем 22 пишем пинг 192 да все хорошо все пингуется 2 пингуется почему она пингуется потому что он конкретно как конкретно напрямую подключена сеть да то же самое у нас будет пинговаться 1 1 мы можем проверить да потому что то сеть тоже которая напрямую подключена нам ничего не надо делать дополнительно вот он вот у нас вот здесь вот у нас 1 1 а здесь у нас 2 2 вот а здесь вот таки что 2 2 в смысле подсеть подсеть к нему напрямую подключена но при этом даже несколько при этом если мы захотим попинговать другой компьютер из другой подсети который мы не прописываем например 330 до из этой сети соответственно ничего не получится можно пингануть что это вот 3 1 интерфейс у нас ничего не должно работать потому что потому что мы он как-то не не непосредственно подключена сеть да и мы ничего не прописывали ему хотя в принципе в принципе смотрите у нас получается что нет не получается он просто он ничего не отправил вообще никакой реакции мы можем посмотреть у нас есть команда так несколько несколько команд шоу и шоу интерфейс прив в них нет а наверно копитрей сериале не работает или работает не работает не работает точно точно нету ее просто в этом по битреске нету в общем мы можем делать шоу-интерфейс здесь очень много информации мы видим что вот интерфейс и сериал интерфейс соответственно эти сети у нас видны как бы сети которых у нас контролл-шифт 6 скинуть здесь работает так теперь хотим посмотреть шоу я забыл команду нет не ранен там мы хотим роучинг тейбл кто помнит ну роучинг тейбл си пи А, шоу айпи, наверное, да? Шоу айпи, о, точно. О, общими усилиями. Шоу айпи ров. Значит, мы видим две подсети, да? 1.0.2.0. Мы видим, вот они, Directly Connected, да? Непосредственно подключены две сети. Одна через Fast Ethernet 0.0, вторая сериал, да? 0.1.0. Мы видим C, значётик, это значит, что Connected они у нас. И мы видим вот такую вот запись. Gateway of last resort is not set. То есть у нас маршрут по умолчанию не задан. Соответственно, он не знает, но он знает только об этих двух подсетях, да? И больше ничего не знает. Даже может по умолчанию у него нет. У бедного. Можете завтра река. И, соответственно, давайте попробуем ему что-то прописать. Как мы там писали? IP Road. Давайте для начала пропишем маршрут к сети 3.0, да? И, соответственно, маршрут к сети вот этой вот 3.0. У нас next hope какой будет? 2.2. Могично, да. Пишем IP Road. 192. 168. 1. 1. А, 3. Нет. Да, да. 3.0. 3.0. Опять 5.0. Опять 5.0. И через 106. 192. Спасибо. Могично. 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 Спасибо. Могично. Могично. По словам, по-моему, нет. 192. 168. 2.2. Да? Правильно написал? Да. 2.2 next hope. Всё, прописали. Можно попробовать скинь сделать. 192. 168. 3. 1. Должен подавать. Окей. Саксесс. Всё. Круто. Круто. Магия. Всё запинговалось. Что-то меня так помнит. Это не магия. Соответственно, дальше прописываем маршрут вот какая-то сети. 171.98. Хотя нет, наверное, сюда нам. Мы пропишем маршрут по умолчанию. В принципе. Потому что, нифига нам в этой сети, да, нам. Мы всё сразу. Мы пишем . Пишем . Так. 402. 0. 0. 0. 0. 0. Еще 0. Да? Да. Да. 1. 1. 1. 1. Ну вот этот я и показывал. 1. Да. Потому что для этого мышцатора выход во внешний мир через R3 получается. Правильно? Что соответственно для него может по умолчанию будет в сторону R3. Будет 1. ин один. 1 Пишем. 192. 168. 1. 1. 1. ОК. ОК. Делали exit. Смотрим. Show IE. Теперь мы помним. Соответственно, мы видим две сети Directly Connected. Видим мы, да? Две сети у нас Directly Connected. Еще одна сеть у нас, соответственно, через 2.2. И у нас еще есть одна сеть с буковкой S. С буковкой S это значит статик, это то, что мы руками прописали, да, статик. C это которая Connected, ну, непосредственно подключена. А с буковкой S у нас вот здесь звездочка. А звездочка это значит, что, ну, маршрут по умолчанию, кандидат дефолт, он здесь у нас описание. Соответственно, у нас есть еще вот здесь вот скобочка, так называемая, циферка 1, слэш 0. Вот это сейчас пока нам не особо это интересно, да, это мы посмотрим, когда у нас будут уже динамические маршруты, да, это так метрика и количество хокусов. Вот. Ну, сейчас для нас это не особо важно. Вот. Соответственно, похоже, что все, родим его настройка. Дальше мы хотим настроить R2, потому что R2 у нас вообще еще ни о чем не знает. Enable мы делаем. Show IP Routes. Routes. Он знает только о сети 2.0 и 3.0. Ну, соответственно, 2.0 и 3.0. Сети, которые к нему непосредственно подключены, да. Он ничего не знает ни об этой сети, ни тем более, там, о ком-то, там, непонятно, мы там, провайдере, еще каком-то. Соответственно, мы должны ему указать. Сети 1.0 у него будет. И... Ну, по идее, да, у нас будет просто, у него, что, дефолт, что в эту сеть у него будет, как бы, в NextFox все равно R2.0. Ну, с R3 мы пропишем, мы сейчас только R1, R2 сейчас напишем. Ну, давайте, да, давайте так, пропишем ему дефолтовый маршрут просто. R1.0-0.0-0-0-0. четыре нуля и next hop у него будет у нас 162 1 192 168 . 0 . 2121 можно попробовать коппинговать например 12 по идее по идее мы должны у него на этом роутере настроили эту сетку прописали да и здесь мы прописали дефолтовый давайте попробуем намыть 1 2 192 168 1 2 да вначале ну потому что если мы здесь напишем просто пинг то он нас не поймет в общем в общем у нас получилось на секс с у нас 55 распределительных знаков это просто на 5 пакетов да и все пять пакетов дошли команды пинг кстати да вот есть еще расширенный режим так называемый мы можем этого просто режим да просто другим вот мы указан пинг и просто да мы можем писать дубинг он спрашивает протокол спрашивает таргет айпи адрес давайте напишем 22 168 . 1 . 2 спрашивает припит к вам вот по умолчанию не опять до соответственно здесь 5 этих 5 мы можем больше задать тому сколько хотим блин все вообще бесконечно в инде нам сколько четыре пакета вправляется да в инде ну да ну в инде просто этот план не парамет по умолчанию 4 в инаксе по умолчанию дополнительно бесконечно а здесь по умолчанию 5 да это грамм сайс как-то величина пакета дачу тайм-аук можно задать extended камаз какие-то там что-то дополнительные вот он все отработало ну соответственно сколько там много еще можно параметр показывается расширенной команде пинг соответственно если мы если мы здесь сделаем в этом режиме мы можем просто писать пинг в смысле пинг и адрес он останет нормально а там надо писать тут пинг так отвлеклись чуть-чуть на пинг где мы сейчас р2 настраиваем р2 соответственно мы ему прописали все все сюда слать сюда осталось р3 только настроить соответственно в р3 мы должны что эту сетку он знает эту сетку он знает ну дефолт конечно мы должны прописать что через туда должны прописать ему 2 2 0 сетку не спим не сплю чуть-чуть осталось мы сегодня без перерыва сейчас это быстренько сделаем что мы там он там а пиро прописываем например начало а ну в принципе мы принципе что мы в принципе ему что в сеть 2 0 что все 30 мы ему тоже прописываем вот сюда у него будет 12 пишем все 192 168 . 1 а нет 2 0 2 . 0 а через 1 2 вот так соответственно 3 0 тоже туда же ау нет никуда так 3 да тут чё то 3 вот так 3 ну это коричневая маска такая 2 коричневая маска такая а 2 коричневая да 2 коричневая да о ну у него что-то курсор просто не особо где-то там где надо подключивает вот у меня вот у меня курсор все самый правый когда меня я и правее не могу его подвинуть ну это линокс вертологии просто вот так а чем он там а куда все пропало как 3 0 пингуем соответственно мы пингуем с r3 например 22 давайте попробуем 192 268 . 2.2 окей работают 31 должен тоже соответственно мы можем посмотреть шоу и и айпи ты был что мы вот видим две сети которые подключены непосредственно 20 статических и опять у нас гитвей не задавал мы ведь сейчас дадим просто да 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 и твои провайдера это будет она у меня посмотрите там нарисовано у меня это будет сериал 171.99 нарисовано но это как у провайдера соответственно шоу и айпи роут надо в режим конфигурации не зашли ну помните да что про команды что они дать нам набирать когда прям конфиг терминал конфигуре терминал да если его расшифровывать что он понимает эти сокращения если однозначно совпадает он нормально нас понимает соответственно пишем айпи роут куда а мы по дефолту пишем соответственно четыре нуля четыре нуля еще 8 110 171 68 точка 110 171 точка минус 9 айпи роут на появилась со звездочкой то же самое да дефолтовый соответственно можно чуть-чуть уже а мы чё там такого 171 больше ничего не вся 8 . 10 . сто семьдесят один . все сексесс а а так а другие там вас могут вот так негативно р1 а а 3 1 да р2 давайте а ну нас в принципе дефолтовый думаешь что везде прописаны да что нас должно отовсюду прийти все мы же все настроили походу пинк 68 . 10 . сто семьдесят один . а нифига вот так еще давайте одевать надо сейчас так r1 это вот это вот у нас настроено все на 192 168 1.1. вот сюда у нас все входит да а у нас не настроено же вот на этом ромке ну правильно на провайдерском то нам не настроено ну соответственно провайдеры а на провайдере настроить что типа он же ничего не знает мы же его пытались пинговать из сети это 11 которая 168 11 он же это вот это вот провайдерский знает только просить вот эту вот да маршрут по умолчанию просто да давайте на него пропишем просто 1 1 а ну сюда что там . он . а и и у нас это будет будет сейчас что у нас интерфейс сериал а 90 семьдесят один девяносто 8 сейчас А он, по-моему, не копирует, думаешь, скопирует? По-моему, ни хрена он не копирует. А, копирует многие. Я думал, это крейсеры. Так, провайдеры прописали. Можно проверять, откуда мы с R1 пытались помогать. Теперь, по идее, должно работать. Ну, молодцы. Ну, теперь, единственное, что надо еще на всех маршрутизаторах сделать? Ну, как? Как? Да. Кто помнит? Copy running config, startup config, да. На всех маршрутизаторах. Потому что сейчас мы настроили, то, что сейчас мы настроили, да, на шестерах, оно все у нас в оперативке хранится. Нам это startup config назовут. Нет, да. Startup config. Если мы сейчас перезагрузим, то у нас все сломается. Copy running config, startup config. У нас же есть несколько конфигураций, да. Вот Ryan config, это то, что у нас сейчас, то, что круется оперативке. Оно после перезагрузки все слетит на фиг. Ну, вот, наверное, и все на самом деле у меня на сегодня. Потому что про маршрутизацию, я думаю, сейчас нет смысла начинать там, да, про динамическую, да. Я лучше там на следующий лекции подготовлюсь и там про протоколы, про разные, там, что в WSBF поиграемся, что-нибудь посмотрим. Ну, так же, как здесь у нас лава, да, какой-нибудь интересный код. А на сегодня, наверное, мы и так нормально позанимались, мне кажется. Ну, все, да. Спасибо.